здравствуйте это канал дикий life меня зовут виталий дикий большое спасибо что смотрите спасибо что делитесь этим видео комментируйте лайкайте это для меня очень важно сегодня мой гость и ваш гость известнейший аналитик михаил чаплыга здравствуйте михаил здравствуйте здравствуйте спасибо что нашли время у меня есть несколько вопросов или несколько направлений я хотел бы услышать ваши взгляды на эти все процессы я думаю что нужно начать международной политики хотя вы знаете внутри украины столько информации интересно что просто даже времени может не хватить ну начнем с основного начну постфактум понятное дело поиск мира разговоры значит и все что с этим связано на меня удивил глава мида турции фидан он сказал что война в украине может привести к использованию ядерного оружия и кроме того он это все аргументированно изложил и при том настолько аргументированно что в некоторых моментах это даже практически не вызывает сомнения я понимаю что я могу преувеличивать но все же хотел бы знать что вы думаете по этому поводу понимаете как человек который выгреб 20 ведер говна простите за то что я об этом сказал еще месяц назад и сказал что ядерная доктрина рф уже активирована то есть она уже активирована и собственно говоря вопрос ядерного удара уже стоит не в том будет или нет а вопрос куда и когда ну как я могу комментировать слова мида турции которые знают не меньше миня до людям это сложно принять людям сложно понять что можно можно играться долго знаете когда кошка играется с мышкой она может это делать долго до тех пор пока не проголодается когда она проголодается она совершит ужасное на ее съезд ужасом нб мати и игры игры кошки с мышкой покажутся на фоне съеденной мышки покажется мягко говоря таким детским лепетом да хотя пока она игралось, это вызывало ужасные реакции. Царапнуло, кровь пошла, швырнуло. Мышка укусила кошку, прокусила ей лапку. Ух ты, теперь она не сможет ходить на левой лапке, ей отожрали подушечку. За нос цапнули, да, за нос, ухо отгрызли. Но понимаете, все это на самом деле на каком-то этапе это все заканчивается. По одной простой причине, что все знают, что такое называется уравнение в большом пределе. Есть такое понятие большой предел. Давайте его решим. Без дат, без ничего. Уравнение в большом пределе говорит очень простую вещь. Что ядерное оружие является неким мифическим. Оно испытаний ядерного оружия не проводилось по-моему с 80 какого-то года. Ну в Британии, по-моему в 90 каком-то еще было. Ну то есть более 30 лет. Более 30 лет неизвестно, существует оно или нет. Вообще непонятно. Более того, появилось, ну вот многие употребляют понятие тактическое ядерное оружие. А вы понимаете, что такого понятия не существует. Есть просто ядерное оружие, я-о. Но началось условно деление. Очень условное деление началось на тя-о и стратегическое я-о. Ся-о. Тя-о и ся-о. Ну тя-о и ся-о, это все очень условно. Это придумали блогеры, по большому счету, или эксперты, аналитики для того, чтобы, исходя из мощности и радиуса действия, попытаться, ну как бы это сказать, легитимизировать доктрины, которые давно разрабатывались. Есть доктрина глобальной ядерной войны, стратегической. То есть, когда накрывает весь земной шарик. Но помимо этого, все поняли, что, собственно говоря, а зачем тогда ядерное оружие, если по итогу не будет никого? Ну то есть, в чем тогда его цилис? Ядерное оружие должно приводить к чему? К доминированию одной стороны над другой. Ну в этом смысл оружия. Ну то есть, если вы там, грубо говоря, там Римская империя, да, хотите покорить варваров. Ну так вы же будете применять то оружие, которое сохранит вас, но убьет варваров. Правильно? Ну для того, чтобы захватить. А если у ваших руках будет оружие, которое уничтожит и вас, и варваров, ну то зачем оно вам надо? Ну толку с этого оружия? Никакого. Поэтому, для того, чтобы ядерное оружие стало игроком, придумали тео понятие. То есть, такая штука, которая не запускает глобальную войну, но позволяет вести, а далее термин, ограниченный ядерный конфликт. Есть такое понятие ограниченный ядерный конфликт. Более того, аналитики рассматривают не только один ограниченный ядерный конфликт, но и односторонний ограниченный ядерный конфликт, и несколько ядерных ограниченных конфликтов в мире одновременно. Вот. И тогда, потому что, ну понимаете, в чем дело? Вы, конечно, можете сделать царь-бомбу, водородную, какую-то нейтронную, там, ну в общем, звезда смерти. Ну вот, можете сделать. Но вы же прекрасно знаете, что в ответ у вас, ну на вас полетит точно такое же. То есть толку ровно ноль. Стратегическое, оно просто для сдерживания, не более того. То есть если вдруг оно появилось у меня, оно обязательно появится у вас, и, собственно говоря, сбалансируется, и уже не важно, будет у вас 100 ракет или 200, у меня там будет 100 или 200, это уже никак не влияет. Все, мы сбалансировались. Оно никогда не будет применено, ибо если оно будет применено, на этом, собственно говоря, можно переворачивать с традицией. Но, слушайте, столько денег в это вложено, соответственно, хотелось бы превратить это ЯО в игру. Ну то есть чтобы это была катапульта. Ну то есть чтобы римляне могли припереться с этой катапультой и захватить, значит, этих варваров. Понимаете? Причем без ущерба себе. Единственный способ это сделать, это так называемые малые ядерные заряды. Или сверхмалые. Я не буду внедряться в физику всех этих процессов, поскольку, во-первых, я не ядерный физик и так далее, но я общаюсь с теми, кто понимает, о чем речь. И с тех пор наука пошла по пути создания вот этих вот малых зарядов. Это называется ТО. Так называемое тактическое ядерное оружие, которое можно запустить в принципе даже из гаубицы. Понимаете? То есть радиус действия 200 километров, 500, мощность, ну радиус будет там 50 километров, допустим. То есть это ни о чем на самом деле. Ну, с точки зрения ядерного оружия. Но достаточно мощно. То есть это не надо там тягать какую-то царь-бомбу, там непонятно откуда ее запускать, делать какие-то планеры к ней, там значит цеплять ей какой-то разгонный элемент. Ну, короче, не надо заморачиваться. Достаточно одного Искандера и полетел. Понимаете? Да, Михаил, кстати, простите, что я перебиваю, это очень важно. Смотрите, Федан, он говорил там о опасности для региона, он говорил о географических процессах, но видите ли, я вот наблюдаю за присосавшимися к власти там политологами, которые говорят, мол, это все игра на слабого, Запад не даст возможности и все такое. Но у меня своя точка зрения, я хотел бы знать вашу. Скажите, какая вероятность использования именно ядерного оружия в критической ситуации, хотя Путин говорил, что пока красных линий таких никто не перешел, но все же именно по Украине или это будет в контексте напряжения между Россией и Европой, это очень важно для наших зрителей. По Украине? Нет, в Европе нет. По Украине. Дело в том, что по итогу, знаете, как я сегодня приводил простой пример, он исторический, хотя даже я не хочу, чтобы нас в чем-то обвиняли, знаете, как давайте легенда, я люблю, как там легенда такая ходит, что Чаплыга любит по 50, ну и отлично. Поэтому Чаплыга говорит, смотрите, берем пакетик томатного сока и наливаем его в стаканчик. Потом туда же, ну поскольку это все-таки хороший продукт должен быть, берем чистый спирт и наливаем туда чистого спирта 50 на 50. Хотя, поскольку исторически сложилось иначе, берем две трети томатного сока и чуть меньше одной трети спирта налили. И ждем. Вы не поверите, что бы мы ни делали, спирт будет сверху. Далее, берем ложечку и начинаем ею колотать. И тогда все выбегают и говорят, смотри, Чаплыга, блин, значит, герои Бендеры появились на западе, на востоке, а, ну, теоретически должны были быть там в Атутины на западе, но как-то не появилось. Ну, теоретически должны были быть. И мы начинаем это дело колотать и колотать. Причем, заметьте, когда продукт фракционирован, грубо говоря, некоторые еще по ножику это наливают. Знаете, чтобы ровненько так было. это великолепный и прекрасный продукт. Именно в целом. Сок сам по себе не очень, спирт, сами понимаете. А вот в комплексе это была уникальная штука. Уникальная. Но кто-то взял ложку и давай ею колотать. Говорит, смотри, Чаплыга, блин, врешь ты все. Все единое. Вот, я говорю, ну, все. Но все-таки фракционировано. Говорит, ну, нет же. Говорит, смотрите, перестаете колотать и наблюдаем за руководством. Да, 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 да. Говорят, нет, это вечно. Ну, мне же там рассказывают, война там до 36-го года, до 37-го, до когда там. Уже говорят до 63-го. До 63-го, точно, 63-й. Как я мог забыть? До 63-го. А я смотрю на них вот так вот, знаете, так смотрю на них, говорю, слушай, ну, пописать ты когда-нибудь пойдешь, правда? А рука не устанет? Нет? Ну, когда это случится, я посмотрю, что будет происходить. Более того, чем дольше ты будешь это дело колотать, тем больше вероятность того, что спирт что сделает? Испарицо. Испарицо. И по итогу, друзья мои, все равно будет две фракции. Это первое. И второе. Уравнение, есть два корня. В первом корне есть обе фракции, во втором корне только одна. Простите, я не тот палец показал. Вот, собственно говоря, и весь итог этого всего. Понимаете? Это в глобальном пределе. Теперь касательно того, может русский бахнуть Тяо или нет. Очень сильно ждем. Я думаю, что до этого они обязаны будут внести изменения в свою ядерную концепцию. Но то, что они начали говорить, например, во Вьетнаме, а я внимательно изучил все речи во Вьетнаме, речь шла о том, что технология малых ядерных зарядов каким-то магическим образом может быть как бы появлена. Ну, мало ли. Знаете, серьезные физики появились у хуситов. Не менее серьезные физики появились в Северной Корее, хотя они были и до этого. И в куче других стран. Ну, физика, она же не стоит на месте. Понимаете? Вот. И все это может быть по периметру США. Понимаете? А малые заряды это совсем не то, о чем вы подумали. Их не так просто отследить. Тем более со спутника. И многое другое. То есть тут же все просто. Товарищ Салливан с Блинкиным и Нуланд и этим семейством Клинтонов хотели мировой пожар. Так он будет. В чем проблема? Кто-то думает, что США немедленно стратегическим ответят. Серьезно? А, простите, а в какой день русские напали на США? Не напомните? То есть что, США первыми нападут на русских? Хочу я это видеть. А, может быть, НАТО первым нападет? Хочу я это видеть. Нет. А вы же понимаете, что, собственно говоря, есть либо ужас без конца, либо ужасный конец. И вы не поверите, но 90% граждан Украины такой вопрос, ну, правда, в моем субъективном ТГ-канале ответили, Михаил, 90% за то, чтобы был ужасный конец наконец-то вместо ужаса без конца. И, вы знаете, 90% приветствовало, что нужно сделать для того, чтобы наступил этот ужасный конец наконец. В конце концов, и наконец мы найдем у конца конец. Вот как-то так это происходит. Поэтому прекрасно понимаем все эти обстоятельства. А также то, что, собственно говоря, давайте мы посмотрим на, скажите, а какой объем военной помощи сегодня в военном пакете оказала нам США? 150 миллионов. А сколько стоит дача во Франции ах, какого инвестора? Ну, очевидная вещь. 200, да? То есть дача ах, какого инвестора в Пари, о господи, на там, взморье французском стоит на 50 миллионов дороже, чем то, что дали нам США из пакетов 61 миллиард? Ага. Гениально же, правда? А перед этим они собрали целую ГСН и говорят, давайте дадим Украине кредит 50 миллиардов, ну, реально, 40 миллиардов, а закрывать мы его будем из процентов от конфиску... Ну, нельзя так говорить конфиску... замороженных активов в России. Я посчитал, значит, 2,5 миллиарда, ну, это 20 лет, да? Потом вдруг, вдруг, внезапно, когда все объявили про перемогу и выпили 17 бутылок шампанского, а выходят торщи-бельгийцы и говорят, ну, в общем, мы договорились следующим образом. Половину, половину закрываем мы. То есть, по 2,5 миллиарда будем давать, значит, денег в это дело, а остальное пусть закрывает США, Канада, Япония. Да, и Британия. Кстати, в Британии парламент распущен. Я прям стесняюсь спросить, кто же за это будет голосовать. Ну, ничего, неважно. А потом, а потом, а потом сегодня, что вчера, сегодня, мы получили или получаем один, нет, мы не получаем, ну, что же я так вру нагло. В общем, 1,5 ярдов из этих 2,5 уже будут использованы нашими европейскими коллегами в оплату вооружений, которые нам добровольно поставляют. То есть, денег нам не дадут. Но это же означает, что и в этот фонд под этот кредит тоже деньги не попадут. Они ведь уже использованы, правда? А-а-а! Ну, это же зрада какая-то. И тут выходит Тарш Геттман, сообщает нам на чистом глазу, говорит, вы знаете, 150 ярдов как бы уже минус в бюджете. А по итогам как бы совсем плохо будет. А тут Чаплыга такой, да ладно, что вы переживаете? Открыл это я, значит, показатели наших долговых обязательств, и оказалось, что в этом году по итогам мы в сумме должны отдать знаете сколько? Нет, хотел сказать один триллион. Нет, триллион с хвостиком. Триллион с хвостиком? Ну, какая мелочь, ну что вы? Да, при той дырке огромной, которая уже сейчас, один триллион с хвостиком. Я думаю, что даже если ощипать всех гусей и продать их парные органы, денег не хватит. А первый дефолт, мои друзья, наступит 1 августа. Почему? Потому что мы успели взять 20 миллиардов частных кредитов. Пирамида ОВГЗ, вот эти все, как они называли себя, инвестбанкеры, инвестбанкеры имени Ярески, вот эта пирамида облигаций. Кто возьмет облигаций пачку, тот получит Яреску, выключенное табло в Раде. Правильно, мои друзья. Вот, и эти кредиторы говорят, вы знаете, а мы договорились, что отсрочка-то у вас будет по 1 августа, но одна проблема, считать проценты мы будем с 22-го, оплатить вы нам их будете 1 августа 24-го по полной программе-то, да. И тут выходит такой министр финансов, говорит, мы вступаем в переговоры о реструктуризации, но зрители нашего с вами канала знают, что реструктуризация является культурным словом, синонимом, слово дефолт. Это как слово переговоры является культурным словом, капитуляция. Ну, ничего, проехали. Значит, вступаем в реструктуризацию и давай с ними разговаривать, говорит, ну, и те тоже выходят, да, ну, вообще поговорим, вы же проценты мы вам насчитали за 22-й, 23-й, 24-й, и все это вы нам отдать должны с августа и до конца 24-го года, невзирая на то, что вам дышать нечем. Знаете, когда пришел Вовочка, принес ежика, извините, развлекаю чуть-чуть зрителей, принес ежика в школу, которых надо было чему-то научить, да, не ежика, извините, что-то нужно было принести от бабушек дедушек с дома в школу, поприносили разные, там, кто-то какую-то фотографию бабушки, кто-то там, значит, там, какое-то колечко дедушки, значит, а Вовочка принес кислородную подушку, вот, и у Вовочки спрашивают, значит, а что ж бабушка сказала, он говорит, вот, ну, приблизительно так к нам пришли товарищи кредиторы, и говорят, вы знаете, и причем, что самое удивительное, сделали это публично, то есть не в частных переговорах с министром финансов, а публично, вышли в публичную прессу, и говорят, вы знаете, нет, мы не договорились, и перспектив нет, потому что ваш министр финансов хочет, чтобы мы тело кредита обрезали на 60%, а мы говорим, что мы такие добрые, мы готовы, но не более 20, ну, точнее, меньше, но не более, представьте разницу, 20 и 60, говорят, нет, мой друг, либо по полной, либо 20-ку списываем, но вы платите сейчас, естественно, этих денег нет и не будет, основные выплаты, это триллион с хвостиком только в этом году, а еще триллиончик в следующем году, ну, где вы их возьмете, непонятно, может быть, кто-то видел 8,6 миллиарда из 61 миллиарда, которые нам обещали США, а, нет, простите, нет, да, и вот эти проценты от кредита, как мы уже ранее уточнили, полтора ярда, а потом еще один будет, но не нам, они прямо пойдут Нидерланды и другие уважаемые страны, да, но под нас, под нас, да, 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 вот, собственно говоря, вот такая вот картина у нас развивается на фоне того, что русские, в свою очередь, продекламировали следующую фигню, по их мнению, подчеркиваю, они говорят, вы знаете, с 21 мая ваш президент, как бы, истек, а поскольку он истек, подать продление ВП, он не может в Раду, а полномочия Рады 5 лет, истек, 28 августа, а для того, чтобы, согласно конституции, они не истек, необходимо продлить военное положение, а для того, чтобы его продлить, нужно, чтобы Рада проголосовала, а чтобы проголосовала, нужно, чтобы кто-то внес, но тот, кто внес, уже истек, соответственно, с точки зрения русских, 29 августа, истек, весь конституционный поле, включая государственность, ага, это с их точки зрения, а с точки зрения США, что наступает, 5 ноября, наступают выборы в США, а кампания активно стартует с сентября, а дефолт у нас начинается, 1 августа, поэтому, некий еще плыга, поколупавшись, носу решил, что очевидно, с 1 августа до конца августа будет охренезная внутренняя и внешняя турбулентность, а потом сентябрь-октябрь на то, чтобы как-то эту тему закрыть, потому что в зиму не ходит никак ничего, вот оно что, а как же эту тему закрыть, так, чтобы по-быстрому, вы что думаете, царь бомбой какой-то, 3000 тонн, там, чего-чего, 4 тонны, не важно, вы же понимаете, что на каком-то этапе все равно нужно, что сделать, необходимо, как бы это сказать, казус бели, ну просто так, понимаете, ну тяо, оно просто так не летает, нужен казус бели, то ли там F-16 запустить, ну для красоты, да, то ли там, не знаю, то ли по Крыму влупить, ну я не знаю, что там сделать с тем Крымом, дайте его подожьем, кедриней матери, подожьем тот Крым, ну как его иначе, ну то есть, и тем надо какой-то повод, или тем, понимаете, ну то есть, оно же как бы, карты складываются, да, вот, и тут выходит турецкий министр и говорит, ну собственно говоря, да, чего оно как бы, вполне очевидно, да конечно оно всем очевидно, потому что по-другому эта тема не закрывается, одним надо уже закрыть, как называется, гештальт, и со всем кэшем, который у них есть, уехать обиженными, ну в смысле изгнанными, а вторым нужно как-то уже переходить к отстройке, и так далее, а третьим нужно провести линию по 39-му году, ну чтобы понимать, кто где и как отстраивается, все, карты сошлись, и это все на фоне электората, который говорит, давайте ужасный конец, чем ужас без конца, слушайте, гениально, понимаете, еще никогда в мире звезды так не становились, чтобы наконец-то уже этот тяло прилетел, понимаете, вот как-то так. Ужас, ужас, спасибо, что разложили, это все очевидно, и это умопомрачительно на самом деле, но знаете, сейчас люди живут по принципу не трогайте нас, мы как-то выживаем, поэтому они даже над этим не задумываются, а то, что происходит, в общем-то, рядом, это процесс другого разговора, но спасибо за то, что расставили все точки над «и». Но, кстати, по поводу долгов, меня тоже это очень сильно удивляет, что украинская власть понимает, что их ждет, а она как бы не шевелится особо, но вот эта вот история с Египтом, а не поставят ли нас раком таким образом, значит, Египту предложили списать многомиллиардные долги, если они примут 3 миллиона, значит, жителей сектора газа, беженцев, они отказали, насколько я понимаю, так что теперь ждать их в Украине? Более того, это будет приветствоваться. Такие же об этом, да. Да, но так об этом уже давно говорят, значит, наш, как там, этот научный институт, чего там, демография. Имени Петахи, да, или Птухи, я не помню. Нет, ну, может быть, ну, Либанова, по-моему, Либанова, Либанова, Элла Марленовна Либанова. Да, это умнейший, это умнейший специалист, умнейший, профессиональнейший. Еще год назад она говорила о необходимости, вот я не помню, то ли 300 тысяч, то ли 500 тысяч. Да, вы абсолютно правы, 300 тысяч, я это знаю. 300 тысяч, 300. Это было год назад. На сегодняшний день потребность в минимальном, подчеркиваю, замещении составляет, ну, я думаю, что уже под миллион. Я думаю, под миллион. Это только потребность замещений. Плюс, скажите, пожалуйста, а ради того, чтобы прогнувшись, и, знаете, как люди входят, в принципе, перед дом, а некоторые пытаются, знаете, задом, так вот, попой зайти. Ну, знаете, вот попа протискивается. Мы протискивались в ЕС, мы часом не поподписывали документы про так называемую реадмиссию. Я очень... Я допускаю, что может быть, абсолютно, почему нет. Я вам больше скажу, мы их подписали. Еще, по-моему, пять лет назад. Вот, это удивительная штука. Знаете, что это такое? Это когда по реадмиссии вам пихают еще полмиллиона товарищей, которые якобы нелегально приехали от вас. Причем украинцев они будут считать легально приехавшими к себе, а пакистанцев нелегально. То есть, к себе украинцев, а обратно пакистанцев. Понимаете? Да, а теперь смотрите, обратите внимание на очень интересную деталь. Выходит представитель Министерства обороны и благодарит, благодарит, искренне благодарит всех, два, по-моему, миллиона, он говорил, которые обновили свои данные сейчас, вот, после ВКО, 17 мая. И говорит, благодаря этим обновленным данным мы узнали, что у нас есть один миллион сто тысяч вполне здоровых боевых товарищей, которые сейчас трудятся, но могут вполне быть мобилизированы. Вот. Вы знаете, в чем разница между украинцем и пакистанцем? Разница очень простая. Украинец подлежит поездке на знакомство с КАБом на ноль, а пакистанец нет. Он заместит этого украинца, поскольку не подлежит мобилизации, вполне нормально может работать сантехником, на стройке, да кем угодно. Понимаете? Таким образом происходит замещение. Товарищи, обладающие украинскими паспортами, отправляются на ноль знакомиться с КАБами, а на их место приезжают товарищи пакистанцы. Причем за всю эту катавасию еще можно хорошенько срубить бабосик, бабосик. Главное сидеть в это время на кассе, мои друзья. Вот. Ну, в общем, в принципе очень хорошо экономически складываются события, я считаю. Это просто удивительно, но когда я слышу до последнего украинца, то, честно говоря, вот эту ситуацию моделирую. А что мы должны были сказать? До последнего этой рожи, которая вещает с экрана? Что, эта рожа себя туда отправит? Своих детей, родственников? Может быть, хоть одна из власти туда пойдет? Так в том-то и ужас, Михаил. Это выглядит как плевок в глаза общества. Если бы не показали собственным примером, это еще как-то было бы оправдано. А когда эти заставляют людей как бы выходить на ноль, а что касается своих личных интересов, то они все бронированы, их семьи находятся за границей, и смысла никакого нет, потому что понятное дело, что они смогут отвертеться, и очевидно, просто очевидно. Я постараюсь далее быть очень спокойным, оценивая ситуацию. Все прекрасно все понимают. Элита никогда не будет жертвовать собой, это абсолютно ясно. Времена, когда цари лично возглавляли сражения, прошли. С тех пор бояре поняли, что сражаться должны совершенно другие люди. Холопы, да? Холопы, конечно. Причем, если что-то напортачили товарищи бояре, то, соответственно, сражаться холопы должны до последнего, потому что, не дай бог, этот процесс остановится, холопы вернутся и зададут дурные вопросы. Иван Васильевич меняет профессию, помните, такие были? Говорит, что там опять у нас под дворцом? Говорит, стрельцы бунтуют, царь не настоящий. Что надо сделать? На этот изюмский шляхт. А и, блин, ну если не все там полягут, а давайте Казань по-обратке возьмут. Ну, можно второй раз, да. Казань-то батюшка наша. Он говорит, ничего страшного. Ничего страшного. Ну, да еще разочек. чего ж тут. Да. Все ж понятно. Остановить это нельзя. Потому что, если сейчас остановить войну, придется отвечать на такое количество вопросов, где граница жизни и смерти, она уже лежит за пределами и конституции, и законодательства, и всего. Это правда. Это абсолютно правда. Я думаю, что те люди, которые невезличны к ситуации и понимают происходящее, они с нами согласятся, но в любом случае, даже кто не согласен, пускай подумает над этой ситуацией и сделает выводы, правильные выводы, а не те, которые делают в средствах массовой информации и забивают информационные гвозди в голову обычных украинцев. Но да бог с ним. Я думаю, что и с этим когда-то придет время разобраться. Но я хотел бы, если мы к украинским вопросам, две новости. Две. Сейчас на слуху. Первое. Это отправил в отставку генерала Соделя, который бухал, я так понимаю, в одесском ресторане во время прорыва русских, там, по-моему, в сторону Торецка, если я не ошибаюсь. И, кстати, написал один из военнослужащих, написал письмо, по-моему, какое-то открытое. Из Азова. Из Азова. Начальник штаба Азова. А теперь, что касается второго события, это, конечно, есть такой непонятный, человек в парламенте Николая Тищенко, которому сегодня выдвинули подозрение. Ну, это, наверное, мыльная бульба, или, как там говорят, мыльный пузырь. Но в любом случае, хотел бы знать, во-первых, во-втором вопросу ваше мнение. Ну, давайте. Я по военным, конечно, меньше вам скажу, но я философски скажу. Кто где бухал и чем занимаются генералы. Ну, очевидно, генералы бухают. Не надо быть каким-то наивным пони и думать, что генералы там чем-то руководят. Генералы заняты важными делами. Делить бабло и бухать. Это же очевидная вещь. Причем это везде. Если вы думаете в Штатах не так, то я вас расстрою. Ну, а в это время, естественно, происходят боевые действия. Ну, происходит и происходит. Ну, что делать? Помните там песню, да, про, как это, по новым данным разведки, да, мы воевали сами с собой. Что-то типа того. Вот. Это такая песня была. Это Борис Гребенщиков пел, если я не ошибаюсь. Бага, Бага. Да. Очень философская песня. Я не буду давать оценки как бы тому, потому что я не видел, я свечку не держал, не наливал. Почему? Есть же видео ресторана где там ребята обливались как бы и возрадовали жизни. Поэтому сейчас это считается аргументом в пользу принятия решения на ливаться посудами. Вы знаете, хорошо, что я не смотрю видео, не смотрю это все, иначе моя нервная система об этом не выдержала. Ну, вы думаете, что смена Соделя что-то изменит, да? Ну, то есть, ну, можно менять, конечно, кровати, то есть двигать. Можно. Только толку с того не будет никакого. Михаил, а, кстати, простите, вот по поводу замены. Там же уже назначили на место Соделя другого генерала с другого участка фронта. И теперь поднялся хай, и целое возмущение, что оголился тот край фронта, где находился генерал, которого передвинули. И говорят, что там тоже дела не очень хорошие, ну, и все, что сопутствует этим всем процессом. Вот в чем проблема. Понимаете, в чем дело? Я жил как в теннисе. Мы же с вами как-то писали эту передачу по поводу того, как выигрывают в теннисе. Некрученными шарами, там, ну, мячами, грубо говоря. А гоняют по углам. По углам поля. И в конечном итоге выигрывают. Ну, то есть, тот, кто гоняет. Если вас начинают гонять с юга на Харьков, с Харькова на юг, а при этом лупят по центру, то в каком-то этапе, ну, вы загонитесь. Это же очевидная вещь. По поводу человека, которого поставили на место Содоля, ну, не знаю. Я слышал позитивные вещи. Ну, дай бог, чтобы это что-то в позитиве изменило. Но вы знаете, я задумался философски о совершенно других вещах. И такой плавненький переход сделаю, но пока еще задержусь на той теме. Значит, в чем обвиняют товарища Тищенко? Значит, товарища Тищенко, ну, как это, подозрение. Значит, товарища Тищенко выдвигают подозрение в том, что он, что сделал, незаконно лишил свободы человека, да? То есть, вот он шел по улице и незаконно лишил человека свободы. Понимаете? Вот. И граждане интересуются, интересуются, сколько военкомов уже прошло по этой статье? Ну, идут товарищи, все военкомы, да, и как бы приглашают культурно. Некоторым зажимают ноги в дверях, ну, чтобы, ну, понимаете, человек просто с зажатой ногой в дверях как-то, хорошо зафиксированный пациент, наркозе не нуждается. Ну, то есть, для беседы. Ну, они хотят его оповестить. Ну, то есть, человек не оповещается по-другому, да? Вот. А как только они его хорошенько оповестили с помощью дверей какой-то матери, они его оттуда, значит, раз в этот бусик, и, а я пытаюсь скоррелировать слова у себя в голове представителя Министерства обороны, а потом и профильного оборонного комитета Рады, о том, что ТЦК ни по закону, ни по конституции, ни вообще никак не имеют право этого делать, поскольку они обязаны что делать согласно закону? Они обязаны идти и громко оповещать. А если их не слушают, то ничего они сделать не могут. Потому что для этого есть другие правоохранительные органы, понимаете? А эти оповещают, оповещают. И когда у меня в голове собирается, значит, с одной стороны они должны идти и оповещать, а с другой стороны они с помощью дверей, бусика и какой-то матери пытаются как бы это переместить оповещаемых в неизвестном направлении, изъяв у него мобильные средства связи и так далее. и тут кейс Коли Тищенко и вы знаете, вот у многих родился когнитивный диссонанс. Представляете? Неожиданно. Неожиданно. И тут у меня философская мысль. Если человек сегодня, ну или там грубо говоря вчера, вышел за хлебушком, вышел за хлебушком, там его встретили оповеститоры, они его проповестили в бусик, затем они продолжили как бы оповещать его в некотором пункте сбора оповестимых, естественно, в рамках законодательства и конституции, в присутствии военно-врачебной комиссии, которая должна была бы освещать крепкое здоровье оповещаемых. После этого оповещаемые оказываются в некой учебке, а через несколько каких-то дней, потому что все, что до месяца это дни, оповестимый оказывается в каком-то окопе, то хотелось бы уточнить, о чем армия просто даже по понятиям, по терминам отличается от ополчения. Оказывается, армия, если правильно я все соберу с точки зрения этой теории, это те, кто бухают по случаю генералитет, правильно я понимаю? Вот. А ополчение это те, кого они туда бросают. То есть у нас основная масса это ополчение, а армия, значит, продолжает праздновать в Одессе. Ну, в лице отдельно взятых генералов. Ну, я так вижу эту картину, я по-другому ее, как бы, может, я что-то напутал, извините, ради бога, но так она у меня как бы складывается в голове. А в случае кейса с товарищем Тищенком хотелось бы понять, как можно в одной голове собрать кейс Тищенко, тот, что мы все видели, и способы оповещения ТЦК. Вот как-то вообще не ясно, да? А теперь переходим к Тищенко, да. Понимаете, я ерничаю, но на самом деле я считаю, что Тищенку нужно было медаль дать. Медаль. Потому что в силу движимой, очевидно, своей жадностью, ну, потому что любому законодателю, ну, если он реально законодатель, очевидно, понятно, что твоя функция законодателя сделать так, чтобы на системном уровне не возникали какие-то колл-центры, противозаконные какие-то, ну, предприятия или условно законные и так далее, да? То есть ты должен так выстроить законодательное поле, чтобы этого, в принципе, не было. Но если ты не выстроил это в Раде, то что ты пытаешься делать? Ты пытаешься в ручном режиме этим руководить. Потому что закрыть ты не можешь. Потому что ты не создал законодательное поле и, собственно говоря, что ты можешь сказать? В чем ты можешь обвинить человека? В том, что какой-то человек позвонил кому-либо и говорит, слушай, мне кажется, ты выиграл миллион. Он говорит, блин, всю жизнь мечтал услышать твой звонок. Что мне сделать, чтобы ты дал мне этот миллион? Ну, как что? Ты должен перечислить мне тысячу долларов на технические мероприятия, я сразу высылаю тебе миллион. Он говорит, блин, да я полторы тебя вышлю. Скажи, куда? Ну, и добровольно высылает эти полторы. Ну, и что тут? Ну, как бы непонятно, да? Ну, мошенничество, ну, такое дело. Да. Но это еще надо доказать. Смотрите, я мысль только закончу чуть-чуть вот эту. Понимаете, в чем дело? Проблему эту надо было решать на другом уровне. А если ты пытаешься ее решить с помощью чего? Ты приехал туда, всех в пол, значит, там, демонстративно, как народный депутат, да? Вот. И что? Очевидно, что запретить действовать этому ты не можешь, потому что ты не выписался под это законодательную базу, да? Ты не налоговик для того, чтобы уточнить, какие налоги там оплачены или не оплачены, да? А что же ты тогда делаешь? И тогда закрадывается шальная мысль в голову. Может быть, ты приехал дань взять? Ну, типа, крышевать это все дело? А, негодяй. Но если ты приехал покрышевать, ну, надо же быть умным человеком, понимать, что если такое давно действует, то, очевидно, какая-то крыша там уже есть, треугольная, плоская или какая-либо купольная форма, понимаете? И, очевидно, если ты приехал со своей треугольной, а там купольная форма, ну, то, как это, могут как бы и по кумполу настучать, понимаете? Вот. Ему настучали, настучали, да. Он попытался как бы воздействовать понятными ему способами в результате это вызвало как бы буйство красок. Что же вскрыл товарищ Коля? Товарищ Коля вскрыл следующее, что оказывается в преддверии того самого мифического 29 августа, когда согласно украинской конституции 100% неоспоримо нигде никак, 100% остается точно легальной и легитимной. Кто? Местная власть. Ибо это целый раздел конституции называется местное самоуправление. К ним вопросов никаких. И к выборной, но и к другой. А если у них есть свои армии, валюты, сношения с другими субъектами, да, в горизонтальной плоскости, еще раз, валюта, финансы, экономика, кредит, сношение, армия, и в каждой армии по 17 героев, друзья мои, по 17 героев, в каждой армии, а говорят их несколько, а плюс еще своя правоохранительная судебная система на региональном уровне. Ага. И тут Коля начинает понимать, что он нарвался, собственно говоря, не на тех. Ага. И тогда в Киеве начинает понимать, так это что, везде так? Говорит, да. Все ждут 1 сентября, коллега. Коллега, пруль. Все ждут 1 сентября. И тогда на Банковой чуть-чуть сделали вот так. Потому что, ну, потому что понимают, что это все. А, так вот, почему Чеплыха говорит, что этому надо было медаль дать. Потому что он упредил эту игру. Ну, то есть он ее показал. Ну, конечно, медаль ему никто не даст, потому что начудил товарища. Товарищ приехал крышу устанавливать. Ну, получил по морде, ну, грубо говоря. Значит, это вызвало определенную общественную реакцию. Значит, в рамках этой общественной реакции к нему приехала ДБР и с какой-то целью Можете объяснить? То есть человек шел по Днепру, лишил кого-то свободы, за что к нему пришли с подозрением. Объясните, а что с помощью обыска хотят найти? А, кстати, вот тоже вопрос, Михаил, обратите внимание, показывают дорогущие часы. Какое это имеет отношение? Я не защищаю полю. Да никакого. Более того, эти часы задекларированы, но в декларации его бывшей жены. Бабки задекларированы, там почти миллион, ну, под миллион, кэша, под миллион кэша иностранной валюты. Скажите, вы видели вообще под миллион кэша иностранной валюты? То, что они там выложили 12 пачек каких-то по мелочи, это, извините, это на обед. Но посполитым, у которым жрать нечего, им кажется, что это хватит на годы жизни. Нет, товарищи, это на обед. Это не на годы жизни. Вам показали бред вместе с часами. какое отношение часы жены, указанные в декларации, а также карманные деньги на обед из тех почти миллиона кэша иностранной валюты, показанного легально в декларации, имеют отношение к решению свободы товарища в Днепре. То есть, я так понимаю, Коля стал ниппелем для спуска того возмущения в обществе, которые недовольны властью. Типа такая сакральная жертва, схавайте и не подавитесь. Правильно, об этом и говорят. Алтарь пустым стоять не будет. То есть, если стоит алтарь, на него кого-то надо положить. Ну, это же как бы очевидная вещь. Но заметьте, одновременно с этим начались движи, где, у нас же несколько областей славящихся, скажем так, политико-криминальным вектором. Это же не только Днепропетровск. Есть еще, да, что у нас есть? Одесса, Запорожье и Закарпаттия. Там, кстати, тоже такая же история. Да, да. Андрея Вологу сегодня там прижали и Ланю такой человечек есть. Да, да. За то, что они там продали стадион, то есть, там торгуют землей. Это тоже обед, простите. Вот за. Стадион эти, сколько там вектара, это обед. Ну, да, я понимаю, что и мафиози брали за неуплату там нескольких долларов налогов. Я все это понимаю. Ну, в Штатах. Вот. Но к чему я веду? Я к тому, что, да, товарищи, видимо, сделали выводы по поводу того, что они увидели в Днепре, и далее пошло. Я думаю, что до 29 августа будет еще более, так сказать, интересное событие по регионам, которые, естественно, будут сопротивляться, потому что туда 29 августа осталось чуть-чуть, а потом, ну, сами понимаете. Вот. Вот что нам показал кейс с Колей. А то, что его будут пытаться каким-то образом слить, ну, что? Ну, что вы ему сделаете? Если вы посмотрите, ну, имеете хотя бы какое-то понимание, представление о правовой системе, вы понимаете, что, собственно говоря, подозрение, которое ему выдвинули, оно яйца выведенного не стоит. То есть оно, ну, то есть это штука, которая ничем никак не поможет. Вот. К товарищам в Закарпатье зашли, не разбываясь, но у товарища Коли все были очень чинно в носочках, то есть, ну, все культурно, что должно было быть, понимаете, вот. Ну, как-то так эти процессы развиваются, что вам сказать. Михаил, ну, кстати, обратите внимание, Таня Сапиан, ну, а просто моя коллега бывшая, она сейчас работает в дочерниках пресс-службы или спикером ДБР, она сделала заявление. Она сказала о том, что Коля там во время обыска разнес Коля. В простонародье его называют Колей Котлетой, говорят, такой авторитарный, ну, в смысле, у него такая, какая-то криминальная кличка, ну, я не знаю, правда это или нет, мы будем говорить. Николай, да? Николай Тищенко разбил телефон свой, хотя хотели посмотреть там ребята, которые пришли с обыском. И сразу Сапиан заявила о том, что у ДБР или ГБР есть подозрение, что в этом телефоне находится информация, которая может стать причиной для возобновления каких-то криминальных дел, то есть почва для действий ГБР в дальнейшем. И они будут с этим телефоном возиться, что-то там найдут, и это станет основой для продолжения сериала Тищенко 2, Тищенко 3 и Тищенко возвращения. Во как! То есть взялись фундаментально. Ну давайте начнем с того, что мы не знаем, что за телефон он разбил. Вот это первое. Второе. Я вам скажу так, что в Штатах был один кейс судебный, значит, когда никто никакой телефон не разбивал, но айфоновское шифрование, значит, оно индивидуально, скажем так, то есть человек владеет этим кодом, грубо говоря, и он не предоставил код. Взломать его не могли спецслужбы, и тогда возник этот судебный кейс, когда, значит, требовали от Эппла, от корпорации, требовали правоохранительным органам по решению суда предоставить доступ к этому, ну, к облаку, потому что на самом деле это просто терминал, оно же в облаке в основном все. Вот, значит, предоставить доступ, где Эппл отказались, и тогда возник вопрос о том, чтобы законодательно каким-то образом это изменить, потому что в целях борьбы с терроризмом это было, то есть там речь шла о каких-то террористах, и ничем это не закончилось по итогу. Чем оно закончится у Коли, ну, тоже очень сложный вопрос, можно ли технически восстановить телефон после сделанного, поверьте, вопрос времени, ну, в течение там двух лет, наверное, да. Наверное, да. Я говорю о том, что, в общем-то, за Коли Тищенко взялись основательно, кстати, вот во время записи нашей беседы как раз сейчас в Печерском суде избирают меру пресечения Николаю Тищенко, там прокурор требует домашний арест, смотрим, как оно все сложится, но то, что происходило вокруг этой истории, заявление Ермака, который является родственником и так далее, то есть все возбудились конкретно. Давайте, давайте я чуть-чуть тут, поскольку меня там, как там, Ермасенок называют, вот, ну, уже называйте как хотите, дело не в этом, справедливость дороже. Вы знаете, у меня тоже много и кумов и так далее, и друзей кумов, вы знаете, иногда, ну, знаете, иногда хочется с чужими людьми иметь дело, а поскольку историю ты не справишь, я вам скажу так, я так к этому отношусь, более религиозно, я говорю очень просто, крестный или кум, это человек, которому ты доверяешь своего ребенка, который несет его к Богу, на этом функция закончена, все, то есть это навсегда остается в истории, но более ничего, так лучше для всех, потому что, если пытаться думать, что чужой человек вдруг стал тебе ближе отца родного, ну, это, мягко говоря, глупость, поэтому рассказывать о том, что это родственник Ермака, нет, не родственник, а если кум, знаете, иногда избави, господи, от кумовей, да, от врагов, я и сам избавлюсь, ну, вот, касательно действий Ермака, он сделал правильно, то есть в этом плане он поступил абсолютно грамотно, в плане заявления, достаточно резкого заявления, потом, я помню, был некий слив по поводу того, того, что Коля должен будет уйти сам, как минимум, ну, потому что вы по-другому, вы не сколопнете с депутатом, то есть он либо сам, либо никак, понимаете, то есть, ну, очень много депутатов находятся в местах несвободы, но при этом они остаются депутатами, потому что не так просто это сделать, только по их собственному желанию и при условии голосования Рады, Но тут голосование Рады тоже нюанс. Сколько депутатов сейчас ждут, чтобы уйти из Рады и не могут, чтобы за них не голосуют? Более сорока? Ну так слушайте, как только они начнут голосовать за выход Коли, он может написать заявление. Кто, конечно, голосовать, тут же эти сорок. И мы. Ну то есть выходим тогда все. Я думаю, что там вообще человек за шестьдесят под сто будет, желающих быстренько перестать быть депутатами. Ну, кстати, эту цифру уже никто и не скрывает, уже активно даже обсуждают, потому что многие, как вы говорите, в стиле компрадорских властей, да, там уже подсобирали свой чемоданчик. Конечно, парадикажный. Это было мочи терроризировать правоохранительными органами, закрывать рот, давить, значит, склонять к принятию определенных решений. И вот это все показательно вылезло. Да. Вот вам такая ситуация. Вы знаете, я был категорически против. Я был категорически против снятия неприкосновенности. К сожалению, в условиях неустабильненной демократии неприкосновенность может быть только абсолютной. Потому что мне рассказывают, нет, давайте пусть у них будет неприкосновенность за их действия в Раде там и так далее. Так она у них и так есть. Нет, больше никак. Пусть будет вот это. А я говорю, вы знаете, мои друзья, вернитесь в Советский Союз. Все политические диссиденты, все шли по уголовным статьям. В Советском Союзе не было ни одного политического вязни. Ни одного. Все были уголовники. Ну, по версии кодекса СССР. Так что вы мне хотите рассказать? Что любая другая, кроме абсолютной? Нет. Только абсолютная неприкосновенность. Я понимаю, что это против ветра. Но я вам хочу сказать. Когда мы были в офисе уполномоченного по правам человека, у нас распространялась гарантия неприкосновенности омбудсмана. Омбудсмант пользуется гарантиями неприкосновенности по Конституции. На нас распространялась на представлении уполномоченного гарантия деятельности неприкосновенности уполномоченного. Я вам хочу сказать так. Если бы не эта неприкосновенность у меня, хрен бы я с ноги открывал двери во все эти места несвободы. Хрен бы я перебивал товарищей, которые мне пытались рассказать, почему нужно что-то подождать, почему нужно войти в положение и что-то еще. Нет. Мне это было фиолетово. Они ничего не могли мне сделать. Да, я мог спокойно стать. Когда за спиной у меня стояли, тогда в Михайловском монастыре закрылись эти протестующие, а передо мной стояла Беркут и их командиры. Я спокойно стоял между, потому что не могли ничего мне сделать. Я мог стоять там. А если бы у меня не было неприкосновенности? Это же так же депутат. Депутат до тех пор является депутатом, до тех пор, пока у него есть эта неприкосновенность. И он не боится ничего. А если у него отнять, это все равно, что у змеи вырвать зубы, а потом это, извините, нарезать ей хвост по чуть-чуть и говорить, ну что, укусишь, сучка? Вот и все. Зачем мне такой депутат? Я согласен абсолютно. Я это понимал издавна и на самом деле был категорически против. Потому что, по крайней мере, представитель народа, какой бы он там ни был, понятное дело, что не каждый чистый на руку человек туда приходит. Слушайте, да дело же не в том, что... Да его могут послать нахер даже среднее звено в каком-то министерстве и вообще игнорировать его обращение. И, в общем-то, это просто... В мою бытность, когда я был помощником, какого депутата послать? Если бы меня как помощника послали, этот замминистра улетел бы уже с окна. Помощник. Понимаете? Это же совершенно другое было. Это была какая-то вертикаль, управляемость. Но нет, пришли эти дети в кедах. И первое, что они сказали, нужно десакрализировать власть. Дебилы! Власть строится на сакральности. Ну, надо ее... Потом надо ее депрофессионализировать. Ну, потому что каждая кухарка. Правильно? Ну, да. А потом надо вырвать зубы у змеи. То есть нужно лишить парламент неприкосновенности. И тем самым убить вообще парламент в принципе. Ну, вот. Мы пожинаем плоды. Мы пожинаем плоды. А как бороться с тем, что если будет абсолютная неприкосновенность, что депутаты будут воровать там или что-то еще? Правоохранительными органами. Дело в том, что если вы докажете, что этот депутат убийца, ну, вот. Сколько раз Рада голосовала, кстати. И в те времена голосовала... Конечно, да. Да, я помню. Особенно предпоследний созыв, будем говорить так, да. Я, кстати, помню, по-моему, шесть депутатов сдали. Ну, собственно, разрешили арестовать. По той причине, что были основания, предоставленные правоохранительными органами. Генеральный прокурор приходил, или представители антикоррупционных ведомств, и, в общем-то, излагали суть вопроса. И, как бы, все это дело сцивилизовано, разумно и толково. Да. А когда это происходит сейчас, то сейчас можно использовать... Это беззубый парламент, он отсутствует. Погнать под лавку, да. Он отсутствует. Если мы хотим вернуть парламент, мы обязаны вернуть абсолютно неприкосновенность парламенту. Если мы хотим, чтобы страну не порвало на федерацию, нам необходимо закрыть тему региональных каких-то там списков. Закрыть, особенно сейчас, иначе взорвет страну и порвет ее на федерации какие-то. Нам нужно сделать единые закрытые партийные списки. Нам нужно вернуть абсолютную неприкосновенность депутатов. Нам нужно вернуть здравый смысл в голову. Иначе мы никогда не получим реальных институтов государственной власти. Соглашусь. Не могу даже вам возразить. Потому что на самом деле эта картина, которую мы наблюдаем, она только деградирует. Я уже не говорю о парламентаризме, о системе власти. Но те, кто сейчас на вершине власти, они так не думают. Им очень удобно. И для них это абсолютная камильфо. Но, несмотря на всю сложнейшую ситуацию в стране, в войну и весь тот ужас, который сейчас нас касается, было заявлено Урсула фон Дерляймин, что начинаются переговоры. Это мой последний вопрос с Украиной относительно отступления. Она сказала, что будет все хорошо. И очень, кстати, не очень... У нее или у кого? Я не знаю, у кого. Либо очень хорошо, либо все не очень хорошо у Украины. Но будут сложности, которые придется решать. Правда, не сказала, до какого года решать. Может быть, нам это предстоит десятилетиями или тысячелетиями. Но, в любом случае, нам подали сигнал очередной. Нам улыбаться или что, нам напрягаться? Как вы считаете? Нам просто смеяться. По одной простой причине, что... Давайте мы узнаем, а какие страны поприветствуют нас. Знаете, вот есть такой предбанник, там собираются гости. А сколько уже гостей собралось в предбаннике переговорных? Первым там, ну, такой дедовщина, знаете, вот старый дед, это кто? Турция. Они более тридцати лет находятся в переговорном процессе с Европейским Союзом. Понимаете? Тридцать, более тридцати лет. Но потом появились молодые. Появилась Македония. В Македонии говорят, что мы тебя даже в предбанник не пустим, если ты не унизишь себя путем изменения Конституции и названия своей страны. Ты имя изменить себе должен. Был Вася, станешь Олей. Васенька, назови Олей себя. И те себя назвали Северной Македонией. Это что, в предбанник зайти? Кто еще там? Значит, там еще, по-моему, по-моему, Сербия, по-моему, кто там еще? Ну, Боснии и Горцевовина нет. Они в кандидатах, но они не в переговорном. Ну, в общем, вся Югославия. А, Албания. Албания. Господи, как же я мог забыть-то Албанию? Без Албании мы никак. Значит, и все эти товарищи, собравшись там в предбаннике, ждут. Как вы думаете, товарищи, вошедшие в этот предбанник на несколько лет ранее нас, они будут сильно рады, если мы, зайдя последними, зайдем первыми? Ну, зашли мы туда с Молдовы, да, на пару. Вот, естественно, что вряд ли это вызовет у них какой-то энтузиазм. А теперь я вам хочу напомнить, да, скажите, пожалуйста, для того, чтобы стать частью Европейского Союза в переговорной процедуре, необходимо какие три вещи исполнить? То есть, Евросоюз – это три желания. Желание первое – это соответствие Ма-Астрихским критериям, ну, то есть, есть такой Ма-Астрихский договор, и в нем выписаны критерии, принципы, как это все должно делаться. Если вы думаете, что кто-либо в Евросоюзе перепишет для Украины Маа-Астригский договор, я вас расстрою, нет. Мы не выполняем как минимум треть условий Маа-Астригского, ну, Маа-Астригский критерий. Но это все херня. После них идут Копенгагенские критерии. Второе желание. Копенгагенские критерии. Мы не выполняем вообще все по Копенгагенским критериям. Там ключевое – это 60% государственного долга к ВВП. У нас уже 80%, а к концу года и в начале следующего будет около 100%. Мы никогда не выгоним в сложившихся условиях внизу этой вот как бы кривой, не выгоним ВВП к долгу к 60%. Никогда. Я уже не буду говорить про все остальные Копенгагенские критерии. И третье, мои друзья, когда вы выполните Маа-Астригский, потом Копенгагенский, вы перейдете к третьему, самому приятному пункту – устному экзаминированию. К вам будут приходить люди с микрофоном и предлагать вам передаты маме «Мамо, мамо, мамо, алло, алло, мамо». Помните анекдот про маму, да? Мама, значит. И вот будут к вам подходить люди с микрофоном и просить, чтобы вы передали маме «Привет». Значит, они будут вам писать бумажку, ну, например. Значит, придет Венгрия и скажет, значит, вам нужно получить наше согласие, вот вам микрофон, значит, а вот, что вы должны прочесть в этот микрофон. Значит. Потом подойдут румыны, исходя из Румынии и Мары, тоже с микрофоном. Потом поляки подойдут. Кстати, они там про Бенгеру что-то спрашивали позавчера. Не помните? Очень активно спрашивали, кстати. Активно спрашивали, да. Ага. А потом, потом Нидерланды. Нидерланды всегда подозрительно относились к нам. А потом они все вместе поинтересуются, как мы деиндустриализируем страну, чтобы им не мешали. Как мы загоним всю нашу аграрку, а у нас вообще после этого ничего не останется, потому что мы будем подрывать их рынок. Ну, и по мелочам. Трошки Бендеры, трошки нацменьшинств, трошки Румынии и Мары. Ну, и такое. Это очень приятный третий элемент евроинтеграции. Скажите, пожалуйста, с какого бы вы хотели начать? Да. Есть на чем задуматься, но, к сожалению, украинская власть на это смотрит иначе. И группа людей принимает решения вместо нас. Хотя, даже если мы принимаем какие-то решения, я говорю, украинская власть, европейская бюрократия совершенно, мне кажется, настроена не так, как это видим мы. Поэтому это может растянуться на... Короче, будут иметь нас очень долго, нудно и противно. Но при этом реальный результат, я думаю, он лишь только от главы правительской политики. Причем все. Иногда по одному, а иногда вместе. Да, да, да. Я уже видел он заявление в Венгрии, которые сказали, да хрен там вам всем. Я имею в виду... 11 пунктов уже выкатили. Да, 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 да. Потому что вы, например, там, как они считают, зажимаете работу. Уже даже такая мулька придумана венгерскому бизнесу, венгерским компаниям, которые работают на Закарпатии или там на территории Украины. Об этом сказал Сиарта. Кстати, я один раз, представляете, встречался с Сиарта на интервью. И он абсолютно спокойный человек. Я сначала думал, что он экстравагантный и достаточно наглый, и достаточно агрессивный. Он оказался очень приятным человеком. Видно, умеет вести переговоры, потому что имеет огромный рипломатический опыт. Но при этом абсолютно настойчивый человек. Он жесткий. Так я вам больше скажу. Знаете, за что? В чем конфликт Дирляйн с Орбаном? И в чем конфликт Венгрии с Евросоюзом? Все очень просто. Евросоюз выделяет структурные огромные фонды, глобалисты. Ну, у нас страны, то есть бабки. Ну, грубо говоря, вот тысяча баксов. Мы даем тысячу баксов. Мы должны в пропорции дать тысячу баксов на Венгрию. Орбан говорит, отлично, давайте мы тысячу баксов. И мы местным венгерским бизнесом в рамках структурных программ освоим эту тысячу баксов через венгерские банки. А те говорят, не, 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 это же европейские деньги. Поэтому мы выписываем под Венгрию, обрабатывать будут системные брюссельские бабки или Люксембург, потому что Люксембург это просто, это великолепная страна, по сути, банк. Или Люксембург через системные транснациональные строительные там или другие корпорации, которые зайдут к вам в Венгрию. Но что Орбан говорит, а мне с этого что? И в Венгрию. Говорят, ну будут у вас тут работать. Говорят, нет, так не будет. Так не будет. Бабки венгерские, значит, дали Венгрии нашим банкам, нашим строительным компаниям, и мы это будем крутить. Вот в чем главный конфликт этого всего. Ну да, потому что они преследовали свои национальные интересы. Конечно, конечно. Ситуация связана с нашей страной. А когда Польша, Словакия и Венгрия вступали в Евросоюз, они дрались за каждую запятую. Потому что, вчера только разговаривал с тут пенсионером у меня, соседней Словакии. Говорят, как этот Европу у нас Брынзу хотели отнять? Потому что торговая марка Брынзы, вы не можете ее так называть, у поляков колбасы хотели позабирать там и так далее. То есть тут же как бы все очень сложно. Говорят, так вы что хотите вообще все позабирать? Ну то есть во имя там старых членов этого Евросоюза и всего остального. Так вот для того, чтобы защитить свои интересы от Евросоюза, была создана Вышеградская группа. Вышеградская группа, потому что втроем бороться с Брюсселем в торговле за каждую запятую, годами бороться, годами было легче. И вдруг появляется Украина, во главе которой стоит в дипломатии, стоит Кулеба с лопатой, пляшет с этой лопатой и орет, что мы готовы еще и голыми плясать и не будем воевать за никакую запятую. Возьмите нас голыми. Ты что творишь? Это помните, как в том фильме, кем сковолась, да, да берите, да, ты что это царская морда с землями разбрасываешься? Ну это очень показательно, теперь мы понимаем, кто и каким образом себя реализует на высоких должностях в Украине. Но я хочу напомнить нашим зрителям, чтобы они понимали, у нас в Конституции написано приближение к НАТО и к Европейскому Союзу, поэтому хотим мы не хотим, мы сами загнали себя в эту мышеловку. В Конституции у нас записана невозможность вступления в Евросоюз. Потому что отцы-основатели Украины и авторы Конституции так сильно бежали от СССР и так боялись, что не дай бог... Запретили вступать в любые союзы, да. Да, и это жестко запрещено в Конституции. При действующей Конституции Украины 0,0 шансов даже думать о вступлении в Евросоюз. Запомните это. Но это же не помешало Порошенко в общем-то... А что, Порошенко конституционалист, что ли? Кондитер, какой он конституционалист? Ему если для выборов надо будет прописать Порнхаб, так он и Порнхаб Конституцию пропишет, если это поможет получить голоса на выбор. Спасибо, Михаил. Сложный разговор. Спасибо за то, что, мне кажется, вы очень детализировали, оставили все точки над ней. Благодарю вас за это, жму вашу руку и надеюсь, нам благополучность в будущем. Спасибо большое всем. Спасибо, что смотрели. Делитесь этим видео. Сегодня нашим гостем был Михаил Чаплыга, политик, известнейший политолог, аналитик, человек, который не безразличен к процессам, которые мы обсуждаем. И за это ему большое спасибо. А вам, за то, что смотрели, через небольшой промежуток времени встретимся. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И, насколько это возможно, не теряйте оптимизм. С большим уважением, Виталий Дикий. Всего хорошего. Виталий Дикий.